США начали переброску своих войск в Польшу для создания там группировки для поддержания восточного фланга НАТО. Уже вчера в Порт-Гдыни прибыла партия из 700 американских боевых машин, среди них танки Абрамс, бронетранспортеры М113, бронетранспортеры Брэдли, различные боевые машины и грузовики. Прибытие такого большого количества военной техники США в Польшу является частью программы Atlantic Resolve. Она была запущена в 2014 году и направлена на усиление американского присутствия в Европе. Солдаты 1-й пехотной дивизии США будут находиться в Польше 9 месяцев. Отмечается, что военная техника предназначена для Польши. В ближайшее время машины и личный состав будут переброшены на военные базы и склады в разных уголках страны. В течение месяца в Польшу будет доставлена еще одна партия из 2000 американских боевых машин. Также вчера вечером Польша получила первую партию танков Ка-2 и самоходных гаубиц Ка-9А1, закупленных в Южной Корее. Польша покупает аж тысячу танков Ка-2 и 672 гаубицы Ка-9. Это позволит Польше направить больше своих САУ-2С1 Гвоздика и танков ПТ-91 в Украину. В общем, Польша полностью перевооружается по новым стандартам НАТО. Ну, а советские образцы вооружений будут отдаваться нам. Ка-2 «Черная Пантера» — это современный южнокорейский основной боевой танк, принят на вооружение в 2014 году. Это танки четвертого поколения, представителей которого в мире очень мало. К примеру, к четвертому поколению также относятся Леопард 2А7, Абрамс М1А2С и Меркова 4М.